Воронцовская колоннада вновь под прицелом художников-вандалов. Не прошло и месяца после открытия объекта, после затяжной реставрации, как один из столбов памятника уже помечен. Впрочем, подобные художества, которые появились и на ограде сооружения, не единственная проблема новой колоннады. Своими наблюдениями поделится Виталий Хемий. В неиспорченном виде свежеотреставрированная Воронцовская колоннада, которая, напомним, была открыта после затяжной реставрации накануне Дня города, просуществовала недолго. На прошлой неделе были замечены надписи любителями так называемой настенной живописи, надписи неизвестного характера. Как мы помним и ранее, Воронцовская колоннада привлекала сюда различных любителей уличного граффити. Коммунальщики иногда реагировали, иногда нет. Пока что надписи остаются. Но это не единственный недочет, который бросается в глаза посетителей этого уникального исторического объекта. Плитка, совсем недавно уложенная вокруг колоннады, в некоторых местах буквально плывет. Элементы можно брать руками. Видно, что плитка уложена не самым качественным образом. Это отражается и на ходьбе, и на езде на коляске, на велосипеде. Наверняка проверяющие где-то что-то упустили. Удобно вот вам, как человеку, который гуляет с ребенком, с коляской? Нет, с качем, с коляской. Коляска неудобно очень ездить по ней. А так все нормально. Спасибо. К слову, Киевский районный суд разрешил правоохранителям проверить все необходимые документы у компании, которая занималась реставрационными работами. Правоохранители таким образом отреагируют на многочисленные заявления общественников, которые, как вы помните, в прошлом году поднимали шум из-за того, что использовались неутентичные элементы при реставрации Воронцовской колоннады. Так что точка в вопросе открытия этого объекта еще не поставлена, и телеканал «Репортер» продолжает следить за эпопеей вокруг Воронцовской колоннады.